В России отмечена рекордно низкая безработица. В апреле ее уровень опустился до 4%, чего не было ни разу за всю новейшую историю страны. Как эта новость вяжется с темой кризиса и какие перспективы у рынка труда, спросим у Елизаветы Верещагиной в новостях экономики. Лиза, привет. Привет, Наташа. Ну, какая-то нестыковка. Мы говорим, что экономика переживает не лучшие времена. По идее, безработица должна расти, а выходит наоборот. Почему так? У этого продукта сразу несколько объяснений. Первое – это то, что сотрудники, уволенные в апреле, еще просто не успели стать безработными. Как мы знаем, по Трудовому кодексу уведомление о сокращении человек должен получить как минимум за два месяца. И даже если такое решение было принято в начале марта, то на биржу труда сотрудник отправился только в мае. Во-вторых, многие компании, которые заявили об уходе с российского рынка, продолжают платить зарплату сотрудникам и держат коллектив в расчете на возобновление работы. Ну и не стоит забывать о таком понятии, как скрытая безработица. Это когда людей формально не увольняют, а отправляют, например, в неоплачиваемый отпуск. Или сокращают количество рабочих дней. Так, на одном из крупнейших российских автозаводов на днях объявили о введении трехдневной рабочей недели. Разумеется, не без последствий для зарплаты простаивающих сотрудников. Косвенным подтверждением того, что реальная безработица в стране маскируется скрытыми формами, стала динамика доходов. По данным Росстата, в первом квартале года уровень благосостояния россиян снизился. В апреле дела в экономике лучше не стали. В Минэкономразвитии заявили о снижении ВВП на 3% в сравнении с апрелем прошлого года. Розничная торговля при этом обвалилась на 10%, а грузовые перевозки на 6%. В этой связи рост безработицы – дело времени, считают эксперты. По данным макроэкономического опроса, Банк России к концу года она составит 6,5% вместо сегодняшних четырех. Лиза, а как с безработицей в нашем регионе? Ведь у нас не так много международных компаний. Ну, Макдональдс не в счет, тем более, что ходят слухи, что он скоро откроется. И это хороший пример того, как сохраняют штат в условиях санкций. Компания ушла, а бизнес и коллектив остались. В целом, в области рынок труда выглядит еще более благополучным, чем в среднем по стране. Безработица, которая опустилась у нас ниже 4% еще в сентябре прошлого года, держится вблизи исторически низкого уровня. Согласно Росстату, в первом квартале в области было 31 тысяча безработных. Год назад – на 9 тысяч больше. Так что российские тренды в полной мере проявляются и у нас. Кстати, некоторые аналитики объясняют рекордно низкую безработицу, нарастающую технологической отсталостью российских предприятий. В условиях отсутствия импортного оборудования компании начинают заменять технологии людьми, пишет Forbes. Такой структурный сдвиг на рынке труда отчасти поможет сохранить рабочие места, но, очевидно, не будет на пользу производительности.